Всем привет! С вами Александр Птичкин, основатель сайта multorocket.ru В этом видео я расскажу, как создается 3D-объект в программе Anima Studio Pro и как с ними создать вот такую вот анимацию. Например, такая анимация может быть использована как вращающийся баннер у вас на видео либо еще для каких-то целей. Как всегда, готовый файл с этой анимацией вы можете скачать в описании к этому уроку, но в этом уроке мы разберемся, как это создается. Давайте создадим новый проект. Файл нового проекта. По умолчанию создадим какой-то векторный слой. Давайте я переключусь на вкладку канала и здесь поставлю себе высокое качество отображения. Итак, мы с вами будем создавать шестеренку. Из готовых инструментов ее не создать, поэтому переходим в скрипты, рисование и выбираем гир, то есть шестеренку. Не важно, в какой версии программы вы работаете, я работаю в версии 11.2, во всех версиях программы это есть. У шестеренки есть очень простые настройки, то есть вид зубцов, количество зубцов и радиус между ними. Поиграйтесь, посмотрите, что на что влияет. Нажимаем клавишу ОК. Теперь нам нужно внутри этого объекта создать отверстие. Выбираем из готовых окружность. Настройки не важны у этого инструмента, в данном случае. Зажимаем клавишу Shift и рисуем ровную окружность. Нам нужно в этом объекте создать отверстие. Теперь выбираем вот эту внутреннюю штуку инструментом выбора векторных точек и здесь ставим 0.0, чтобы поставить эту окружность ровно по центру нашей шестеренки. Теперь нам нужно сделать отверстие. Отверстие делается в Anime Studio очень просто. Выбираем всю вот эту конструкцию и создаем из нее Shape. То есть выбор, не с вами выбора Shape, все, что у нас есть на сцене и нажимаем создать Shape. Теперь выбираем выбор фигуры и нажимаем на центр, нажимаем клавишу Delete, нажимаем еще раз на центр и еще раз нажимаем клавишу Delete. И у нас получилась некая окружность. То есть шестеренка уже с отверстием внутри. Каким образом это получается? Смотрите, дело в том, что никакой на самом деле прозрачности здесь нет. То есть если я выдащу вот эту всю штуку, видите, это тоже векторный слой. Но почему же, когда я натаскиваю, у нас получается прозрачность? Это свойство Anime Studio Pro. Смотрите, когда один зубец наезжает на другой и их заливки пересекаются, у нас образуется прозрачность. То же самое мы с вами создали и здесь. То есть мы создали целиковый объект, у которого есть внутренняя часть. Она получается отдельно, потому что она отдельно была создана. Есть внешняя часть. И когда они наталкиваются друг на друга, у нас получается прозрачности. Вот и все. Кстати, обратите внимание, что объект у меня создался какого-то цвета, а у вас он создается белого. Дело в том, что Anime Studio запоминает последние настройки, а у меня была сделана превьюшка вот с таким настройками. Вот цвет и передался в следующий проект. Если вы закроете программу, будет опять белый. Так вот, чтобы выбрать цвет нашего объекта, напоминаю еще раз, выбираем его инструментом выбора шейпа и перекрашиваем в нужный нам цвет. Отлично. Теперь нам нужно внутри создать окружность. Делаем следующим образом. Создаем некую окружность, ставим ее также по центру. Подробные уроки на темы рисования программы Anime Studio Pro и на другие уроки, на которые я буду ссылаться в этом уроке, я предоставлю ссылки на их в описании к данному уроку. Создали окружность, поставили по центру и этим же инструментом создаем еще внутри небольшую окружность. Также ставим ее по центру и действуем аналогичным образом, как я уже рассказал, чтобы сделать в ней то же отверстие. Выбираем все точки, из которых состоит этот объект. Зажатая клавиша Shift можно выбирать. Выбрали, у нас подсветилась вот такая штука. Проверяем, что стоит галочка Boss, то есть обе. И нажимаем на кнопку создать шейп. Создался шейп. Теперь все то же самое. Выбираем из этого выбора шейпа. Удаляем серединку, удаляем всю заливку и получаем только вот эту фигуру и только внутреннюю фигуру. Отлично. Теперь нам нужно из этого объекта создать 3D. 3D создается через свойства слоя. Мы нажимаем два раза на слой, заходим в его свойства 3D и здесь выбираем функцию Extrude, то есть выдавливание. Все вот эти настройки мы снимаем, они в данном случае не нужны. А вот эта настройка отвечает за тип затенения этой фигуры, то есть вы можете выбрать тип затенений и увидите, каким образом затеняется фигура. Например, поставим Tune, ну это будет такое мультяшное затенение. Мы можем выбрать теперь, перейти, например, в первый кадр, выбрать инструмент выбора, то есть вращение по XY, Rotate XY и вот будет у нас такое затенение. Сейчас мы с толщиной этого объекта тоже поиграемся чуть попозже. Если мы выберем вот такие настройки, то будет более плавное затенение. Пока это не очень видно, на кадре рендера, нажав Ctrl-L, вы это с легкостью сможете увидеть. Отлично. Теперь нам нужно как-то настроить толщину этого объекта. Чтобы настроить толщину, нужно зайти в расширенные настройки. Программа говорит, что у меня эта панелька не вылезает. Ну, не вылезает, так не вылезает. Будет висеть отдельно. Итак, расширенные настройки. Смотрите, мы выбираем нашу фигуру, то есть вот эту вот часть. Выбрали инструментом выбора шейпа. Сейчас вот такие грани увидели, то есть мы в этом режиме видим, как будто мы не выдавливали эту фигуру. Не обращайте внимания, это лишь режим отображения. И вот через эту настройку можно задавать нужную толщину. Давайте, например, поставим 0.2. Ставим 0.2 и уже стало толще. То есть, если я сойду с этого объекта, то, видите, внутренняя часть уже поуже, а это уже пошире стало. Давайте внутреннее ставим такое поуже, а это будет шире. Эту панельку я закрываю, потому что больше она мне для настроек никаких не нужна. И чтобы вернуть эту панельку на место, достаточно зайти в Windows и нажать опять Става, вернется. Либо вот через все эти менюшки также можно вернуть. Хорошо, теперь давайте создадим с вами анимацию, как была в превьюшке. Смотрите, чтобы не видеть все эти контроля и они нам просто-напросто не мешали, мы можем включить режим отображения превью. Тогда мы не увидим и векторных точек, ничего не увидим, зато будет удобно работать. Кстати, все эти угловатости, не обращайте внимания, это лишь режим отображения Аниме Студия. Вы можете поиграться вот с этой настройкой GPU, посмотреть, что на что влияет. Может вам повезет, у вас видеокарта поддерживает GPU ускорение и фигура будет выглядеть в предпросмотре чуть получше. Итак, выставили нужным нам образом, перешли куда-нибудь, я не знаю куда, потом ключи подвинем. И зажатая клавиша Shift при выборе инструмента вращения XY два раза превращали, чтобы фигура полностью превращалась. И выставили, смотрите, выставили в ту же фазу. Каким образом выставить в ту же фазу? Ну, здесь в данном случае можно огласно, можно скопировать ключ. Но копировать ключ не очень корректно, потому что, смотрите, вот видите настройки, которые у нас здесь есть? Если я скопирую этот ключ в Ctrl-C и смотрим на эти настройки сейчас, Ctrl-V, видите, угол собьется. То есть, проще всего просто здесь убить 360. Если вам нужна суперточность, просто убиваете минус 360 и тем самым мы повернули на 360. А первый угол у нас был 0. 0 минус 360, отлично. Теперь нам нужно какое-то время пропустить, чтобы наш объект не вращался. Пропускаем, например, 10 кадров. Копируем этот ключ, Ctrl-C, Ctrl-V. И с этого момента у нас должен начаться цикл. Цикл в Unimed Studio Pro создается очень просто. Правая кнопка мышки на нем и выбираем цикл. У цикла есть всего... Ну, настройка не много, но основная настройка это в какой кадр вернуться. То есть, смотрите, если я вернусь в первый кадр, у меня первый кадр и последний кадр будут одно и то же. Не годится, поэтому я говорю циклу вернуться во второй кадр. Нажимаю на чекбокс, просто на нее перехожу. И цикл вернется во второй кадр. Тем самым не будет стопорения нашей анимации. И давайте проиграем нашу анимацию, посмотрим, что получилось. Все отлично. Теперь мне бы хотелось сделать так, чтобы, во-первых, ограничить анимацию нашу, чтобы программа дальше не двигалась. Ну, для удобства, например, хотя бы даже. А во-вторых, мне нужно сделать ускорение и замедление. Смотрите, выбираю два этих ключа, которые я, собственно говоря, анимирую. То есть, на обращении XY. И правой кнопкой мышки на них нажимаю и выбираю интерполяцию Easy In-Out. То есть, ускорение и замедление. Теперь давайте обратимся к графикам. Если перейти к графикам, то мы увидим следующую конструкцию. Колесико мышки можно вот так вот оперировать и увеличить, уменьшать размеры графиков. А давайте растяну немножко вот так таймлайн. А правой кнопкой мышки, хватаясь за пустую зону, можно вот так вот перетаскать. И вот, какую конструкцию мы наблюдаем. То есть, идет медленное ускорение. Давайте я сейчас ограничу анимацию. Смотрите, зажимаю. На Windows это Alt, либо Ctrl, а на Mac это CMD. Нажимаю CMD левую кнопку мышки, ставлю зеленый маркер здесь. Нажимаю также CMD правую кнопку мышки, ставлю красный маркер здесь. Подробнее про красный и зеленый маркеры у меня рассказывают в статье на сайте. Ссылку также в описании к этому уроку я дам на этот урок. Итак, мы ограничили анимацию, теперь если запустим анимацию клавишей пробел, то дальше анимация не пойдет, не будет у нас таймлайн прыгать и будет удобно смотреть. Итак, что мы увидим? Мы увидим ускорение и потом в конце замедление. Есть простые некоторые анимации, сколько мы кадров выбрали, и анимация начинается заново. Ну, в данном случае заново начинается, потому что мы ограничили. Если мы не будем ограничивать, а как снять маркеры? Также CMD, только теперь правая кнопка мышки. Правая кнопка мышки сняли здесь, правая, например, здесь. И вот все равно анимация будет идти по циклу. Это цикловая анимация. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что у вас все получилось и этот урок для вас был полезный. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие обучающие видео по созданию мультфильмов и анимаций в программе Anime Studio Pro. До встречи в новых уроках. Пока.